МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Артик ТВ, Время новостей, в студии Максим Галямин. Здравствуйте. И коротко о главных темах этого выпуска. Первая группа приехала и первую отправили. Все призывники будут распределены по воинским частям Северного флота. Как идет призывная кампания в регионе? 4850 программ доп. образования. Для развития ребят мы открывали точки роста, кванталабы, кванторин. Итоги оперативного совещания в региональном правительстве. Лучшие школьники примут участие в параде победы. Нам парашютистам, приймут на левидах. В Мурманске состоялся смотр строя песни. Во время оперативного совещания губернатор сообщил, что в 2022 году Мурманская область выделила на дополнительное образование более 10 миллионов рублей. Посещает кружки и студии, организованные в регионе более 84 тысяч детей. Также Андрей Чебес рассказал о поставке модирования мобилизованным северянам и обсудил с министрами работу Центра управления регионом, которую провели за два минувших года. ЦУР в Мурманской области работает уже два года. За это время Центр управления регионом обработал более 175 тысяч сообщений жителей. При этом среднее время реакции на обращения граждан сократилось на 30%. На регулярной основе проводятся опросы северян по важным вопросам жизни регионных муниципалитетов. Я благодарю коллег из ЦУРа за выполнение важной работы по взаимодействию с нашими жителями и за чувствительные к этому отношения. Напомню, что у нас это не только взаимодействие с жителями. В рамках нашего Центра управления регионом еще работает целый набор систем, которые позволяют усовершенствовать все, что касается городского хозяйства. Еще одна тема – работа системы дополнительного образования в регионе. В 2022 году на ее реализацию выделили более 10 миллионов рублей. Шесть учреждений получили гранты по 500 тысяч рублей на проекты по созданию воспитательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в области работают 492 организации, предоставляющие услуги в сфере дополнительного образования. Пользуются ими более 84 тысяч детей. Система дополнительного образования предполагает детям интересные содержательные программы. Это добровольческая работа, патриотическая, поисковая деятельность, изучение истории страны и регионов, творческие и спортивные мероприятия, высокотехнологические программы технической направленности. Что строит возможности артиллерийного, гражданского личностного и творческого развития, проявления талантов, способностей и профессиональных программ. Еще одна позитивная новость. Региональный проект «Работа рядом» будет продлен и на 2023 год. Эта мера поддержки у северян оказалась востребованной. Эти цены направлены почти 158 рублей из основного бюджета. И за этот год это устроено в целых 80 тысяч, 7800 человек, среди них студенты и школьники, которые могут подрабатывать в кабинетах и свободно от учебного времени. Также губернатор во время оперативного совещания рассказал о работе, которая проводится в Мурманской области. Только на прошлой неделе призванным северянам привезли 17 тонн дополнительного обмундирования. А за все время в зону СВО правительства региона при поддержке жителей, предпринимателей Северного флота направили более 27 тонн гуманитарных грузов и около 40 транспортных средств. В рамках осеннего призыва на Северный флот прибыла первая группа призывников из Республики Коми. Им предстоит пройти ряд комиссий, а после отправиться в часть. Служить им, как и прежде, предстоит ровно год. В пункт приема и распределения военнослужащих Северного флота прибыли 49 призывников из Республики Коми, которые в настоящее время проходят комиссию и медицинское освидетельствование на степень готовности к военной службе. С ними будут проводиться следующие мероприятия. Это социально-психологическое изучение, психологическое обследование и медицинская освидетельница. После прохождения данных мероприятий все призывники будут распределены по воинским частям Северного флота. При распределении молодых людей по воинским частям будут учитываться уровень образования, навыки управления различными видами транспортных средств в соответствии с категориями водительских прав, склонность к изучению различных видов техники, физическая подготовка и морально-психологические качества новобранцев. Условия службы, в которых сейчас оказались парни, на уровне. Например, питание организовано по принципу шведского стола с выбором блюд. В родных помещениях функционируют комнаты отдыха, чайные, спортивные уголки и душевые кабинки. Здесь люди все приветливые, все дружелюбные. Никто здесь не ругается, не оскорбляет, ничего такого нет. Кормят хорошо, можно с собой не брать колбасу, там бананы и так далее. Если мама сует, то не берите. Здесь еды достаточно, точно голодать не будете. А так, только позитивного настроя, служите, служите. После прохождения комиссии призывники будут распределены в береговые части флота, мотострелковые подразделения, морскую пехоту и авиационно-технические базы, части противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения. Также призывники могут попасть служить на надводные корабли. Из Мурманска для прохождения службы в вооруженных силах отправили первых 30 призывников. Группа отправилась в одну из войсковых частей Западного военного округа. Всех новобранцев обеспечивают банковскими и персональными электронными картами, комплектом формы одежды, а также средствами личной гигиены. Осенний призыв проводится в четырех субъектах Российской Федерации, где дислоцированы войска и силы Северного флота. В Мурманской и Архангельской областях, Республике Коми и Неницком автономном округе. Компания продлится до 31 декабря. Отправляют в другие регионы призывников чаще всего на поезде. Вот только подъехать к железнодорожному вокзалу в Мурманске стало непросто. Дело в ремонте, площади перед зданием. Кроме временных неудобств, в сети заговорили о том, что парковка здесь будет платной. Но так ли это? Нам удалось получить комментарии представителей компании. Несмотря на переживания северяной за ремонт территории, паниковать еще рано. Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги, там действительно ведут работы по благоустройству. Рабочие заменяют бордюрный камень, асфальт и неисправный участок канализации. Все работы должны завершить до конца года. Однако, будет ли на этом месте платная парковка, решение пока не принято. В коммунистической партии пополнение в ряды КПРФ вступили комсомольцы. Молодым людям вручили партийные билеты и напутствовали. Теперь они в винтике одного механизма. Елена Громатчикова подробнее. Быть коммунистом значит быть сознательным. Юношам из Мурманской области такая позиция знакома. Почему я присоединяюсь к коммунистической партии? Идеи их политических задач, реформы, которые они предлагают. В комсомол популяризация его в массы, чтобы у молодежи стала эта интересная и заинтересованность появилась. Я люблю людям помогать. А откуда вот это желание помогать людям? Честно, даже не знаю. Просто я сам по себе добрый человек. Как бы душа добрая. Я всегда с детства помогаю всем. У нас на комсомольских собраниях можно какие-то планы выдвигать, какие-то свои идеи продвигать. Мы все коллектив, мы поддержим. Мы в первую очередь команда, а не как-то каждый сам за себя. Олегу Комарову 24 года. За 8 лет в комсомоле понял, что молодежи свойственно менять свою жизненную позицию. Поэтому в рядах КПРФ задерживаются не все. Вступая в партию, необходимо понимать, что коммунист – это винтик единого механизма. В данном случае Ленинского союза коммунистической молодежи. Для Мурманского областного отделения комсомола действительно очень важный день. Очень много молодежи приходит сегодня к нам сюда для того, чтобы вступить и наконец-то создать комсомольские ячейки в различных городах нашего региона. Поэтому нам очень важно поддерживать молодежь. Очень важно, чтобы они проявляли свою активную гражданскую позицию. Те мысли, те идеи, с которыми они приходят, я думаю, что найдут применение как раз у нас в комсомоле. Каждому из молодых коммунистов в торжественной обстановке вручили партийные билеты. 14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом. Эта болезнь активно прогрессирует во всем мире и, что настораживает экспертов, молодеет. Как защитить себя от недуга и какие новые методы лечения сейчас есть, обсуждали в Мурманске на врачебной конференции. На протяжении многих лет люди не знали, как бороться с сахарным диабетом. Диагноз не оставлял пациенту шансов на жизнь. Лишь в 1922 году канадский ученый Фредерик Бантинг благодаря инъекциям инсулина спас 14-летнего мальчика с тяжелой формой диабета. Несмотря на то, что наука шагнула вперед в методах лечения, одна из частых причин появления недуга прежняя – ожирение. Но с ним бороться должен сам человек. Никто никаких новых методов не придумал. Они стары как мир. Первое – это увеличение объема физической нагрузки. К сожалению, гиподинамия – это то, что сопровождает нас на сегодняшний день очень часто. Все сели в автомобиль и редко оттуда выходят. И это изменение питания. Общими словами, это изменение образа жизни. Заболеваемость диабетом растет во всем мире, отмечают врачи. В Мурманской области уже порядка 24,5 тысяч диабетиков. Такое было исследование в 2016 году. Было проведено в России и было доказано, что 5,7%, даже 6% населения болеют сахарным диабетом. Среди них 95% пациентов со вторым типом диабета. Это тот диабет, который не требует сразу назначения инсулина. По отметкам специалистов, при хорошем снижении веса при первоначальной постановке диагноза диабета второго типа, можно достигнуть даже ремиссии. Конечно, ни в коем случае нельзя игнорировать рекомендации врачей по лечению. А они, в свою очередь, продолжат получать новый опыт и обмениваться знаниями с коллегами. Благодаря конференцам, которые организуют в том числе и в Мурманске. Литеранству на Кольском полуострове исполнилось 120 лет. Торжественную дату отметили в церкви Святого Креста в Мурманске. Всех гостей порадовали тематическим праздничным тортом. Подробнее в нашем сюжете. Часто бывает так, что родители приходят с детьми в храм, но юным северянам совсем не хочется вести себя спокойно. Специально в таких случаях для ребятишек в церкви Святого Креста предусмотрена зона отдыха. Да и не только. Тут есть одна секция, считайте, очмелы ручки. Они делают, они готовят, они подделки делают, помогают детям развиваться. Посмотреть мультики, поиграть в настолки – и всё это в здании лютеранского храма. Каждое воскресенье проходит воскресная школа. Здесь дети с 7-12 лет. Мы с ними проводим небольшие уроки. То есть в ненавязчивой форме рассказываем какие-то библейские истории из Библии. Именно из Библии. То есть это могут быть использованы игры, настольные. И взаимодействуем с ними, играем вместе. Также занимаемся руками, то есть подделки делаем. Дверь церкви открыта для каждого, в том числе и для детей и взрослых с особенностями здоровья. Каждый день в храме – это служение Богу. Мы сегодня празднуем тройной юбилей нашей церкви. Нашей лютеранской церкви Святого Креста. Значит, 120 лет лютеранству на Кольском полуострове. 30 лет нашей церкви, нашему приходу непосредственно Мурманска. И три года после освящения храма. Создать настроение в столь значимое событие для церкви помогли творческие коллективы нашего региона. К примеру, юные северяне из музыкальной школы номер 5. Присоединился к празднику и народный хор украинской песни Джерелла. Все начиналось здесь зерна, это как малая лися. Англ, как жизнь ему дана, а приняла его земля. По традиции участники приготовили особый тематический торт для церковной трапезы. В Александровской премии главы ЗАТО вручили одаренным детям. Это победители Олимпиад и молодые исследователи, спортсмены и творческие ребята, которые служат примером для остальных. Кристина Григорян подробнее. Когда 8 лет назад Ксюша только делала свои первые и не всегда уверенные танцевальные па, и подумать не могла, что будет победительницей конкурсов международного уровня. Но сегодня, получая награду из рук главы муниципалитета за все свои усилия, девушка точно уверена, что ключ к успешному будущему лежит через работу над своими ошибками. Думаю, что упорный труд – это самое главное. И любовь к делу, которым ты занимаешься – это самое главное. В числе лучших из лучших учащихся этого года в номинации за спортивные достижения пловцы из Полярного. Парни уже определились в будущей профессии и приоткрываем завесу тайны. Спорт им точно пригодится. За усердие, за тренировки, за усилия, которые мы приложили за эти 10 лет. Участие в соревнованиях высокого уровня и высоких достижениях. Стипендии главы муниципалитета получили более 50 школьников за то Александровск. Это лишь напоминание о том, что они на верном пути. Их труды не остаются незамеченными. Сжимает заветный конверт с материальным поощрением и Евгения. Для меня успешный человек – это человек, который постоянно саморазвивается, достигает какие-то новые цели и так далее. Я считаю себя успешной, потому что я участвую в очень многих олимпиадах, во всяких дополнительных мероприятиях, а не школьных. И поэтому, наверное, у меня сегодня много денег. Кстати, есть у девушки свои хитрости. Способы везде успевать, но при этом не растрачивать внутренние ресурсы. С удовольствием делится лайфхаком. Я считаю, что в первую очередь нужно не перетруждаться и давать себе время, чтобы отдыхать. Потому что если ты постоянно чем-то занят, у тебя может просто произойти эмоциональное выгорание. Поэтому очень важно отвлекаться, гулять с друзьями, найти себе какое-нибудь хобби по душе и совмещать учебу и дополнительные всякие секции, репетиторы с теми делами, которые будут душевно тебя вдохновлять. Первые заработанные научным трудом и спортивными творческими достижениями деньги ребята обещали потратить с умом. А наставники уверены, что это лишь приятный бонус и мотивация для школьников быть выше, быстрее, сильнее. А в школе номер 26 Мурманска состоялся городской смотр строя и песни патриотических отрядов, по итогам которого выберут ребят для участия в Параде Победы 9 мая. В 26-й школе Мурманска состоялся отбор отрядов, которые примут участие в Параде Победы на проспекте Ленина 9 мая. Этой традиции уже 5 лет. Смотр проходит в несколько этапов, во время которых ребята стараются показать слаженность командной работы. Жюри строго оценивало участников. Одни из главных критериев – четкая координация, физическая подготовка и, конечно, желание. С желанием, говорит начальник штаба Мурманского юнормейского движения, все горы по плечу, всему можно научиться. Смотрим все. Это только начало всего того процесса, который происходит. Многие не понимают, многие видят, идут красиво, в форме все. Но это труд, это очень большой труд. Это только начало, потом пойдет этап у нас слаживания. Мы начнем на территории какой-то школы собирать общий парадный расчет. Потом это будут тренировки полтора месяца на территории части, в Римбате, на улице, в холод и в югу. И потом 9 мая – это только результат. Поэтому тщательно смотрим, чтобы дети готовы были пройти этот тяжелый путь. Для многих ребят возможность участия в параде очень значима. Во-первых, потому что тем самым можно отдать дань уважения родной стране. Во-вторых, стать примером для ровесников. Для меня это важно. Я вижу ситуацию в мире про то, что дети забывают нашу историю, про то, что они не ценят нашу культуру. И своими действиями я хочу показать и своим одноклассникам, и младшим учащимся нашей лицея, что это важно, нужно это помнить, нужно это знать. По словам школьников, занятия в отрядах очень разнообразные и действительно полезные. Они помогают в будущем, так как я собираюсь поступать военно. Они помогают, как я уже говорила, помнить наших близких, кто за нас сражался. Они помогают в развитии, они сплочают коллектив. Ну и много чего узнаешь. У нас идет физическая подготовка, разборка автомата, строевая подготовка, рукопашный бой, туризм и еще много чего. Впереди у отрядов будут и другие этапы отбора. Фамилии тех, кто пройдет в строю во время праздника, станут известны ближе к весне. Юноармия – дело серьезное. Здесь не до шуток, в отличие от сцены Кировки, на которой юмором мирились команды КВН. Участники не стеснялись острить на актуальные темы – импортозамещение, мурманских заборов и истории. Георгий Салиев о том, кто взял кубок губернатора. В ДК Кирова состоялась необычная игра КВН. За кубок губернатора боролись четыре команды, две из которых состояли в том числе из представителей нашей области. Для команды это очень важная игра в том плане, что мы нарабатываем материал перед выездом в город Сочи на международный фестиваль «Квин», который пройдет в городе Сочи с 13 по 26 января, где мы поборемся уже за более высокие лиги, за высшую лигу, возможно, даже еще раз за первую лигу. Соперники в юморе состязались в трех классических конкурсах – традиционном приветствии, разминке с залом и музыкальном домашнем задании. Кстати, у меня вопрос ко всем любителям турецких сериалов. Вот у султана Сулеймана было четыре жены, а у Екатерины II – 21 фаворит. Ну и для кого век действительно был великолепным. Большинство болельщиков пришло поддержать именно любимые команды. Некоторые из зрителей в прошлом – сами КВНщики. Кто-то также выходил на сцену ДК, а кто-то соревновался на школьном уровне. Но объединяет таких людей любовь к шуткам и тонкому юмору. Процесс подготовки, процесс объединения людей, когда вы все вместе, вы команда. Каждая отвечает за какой-то определенный пункт, но при этом все заряжены, все дружные, все энергичные, все позитивные. Это очень здорово. На кубке выступили двукратные финалисты высшей лиги КВН, борцы «Северный десант» из Сургута и чемпионы высшей лиги сезона 2020 года «Русская дорога» из Армавира. Гости с юга, в прошлом обладатели четырех кивинов, украли все внимание публике, по праву забрав себе приз зрительских симпатий. Вот импортозамещение. Мы же начали в Армавире. Думали, возьмем на себя эту ответственность. А что делать? Начали разбираться, разбирались, разбирались. Да, слушайте, так подумали. Походу, это, нам бы наши заместить. Ипорт, она еще поработает. Нет? В то же время сам кубок главы региона остался дома, ведь его честно выиграла региональная сборная, команда «Заполярье». Вот к нам гости приезжают, а у нас такой город благоустроенный. Скоро еще вот елку поставят. А почему забор только в центре поменяли? Ну, ты что не понял? Ну, фишка у нас такая. Мурманск, мы тебя любим! Художественном музее открыли персональную выставку местной художницы Марии Михайленко. В своих работах она показала север таким, каким привыкла видеть его последние годы. Подробнее в нашем сюжете. Мария Михайленко – художник, график, член Союза художников России. Активно занимается развитием культуры в нашем регионе. В художественном музее она уже в третий раз представила свои работы. Выставка о разном, но она, наверное, о моей любви к месту, где я живу в первую очередь. То есть дальше идут в каждой серии какие-то уже более узкие размышления, либо вот на какой-то графический мотив, такой как розовый свет, который встречает нас в Заполярье, в окнах жилых домов, либо это какая-то вот жесткая графика веток на белом снегу и так далее. Но в целом это о моей какой-то рефлексии на тему места, где я существую, где я живу, и на тему севера в целом. Персональная выставка – это всегда волнительно. Художник гордится проделанной работой, но все же чувствует ответственность перед гостями. Никто из нас, помимо, наверное, актеров, не умеет очень хорошо и долго общаться и разговаривать с аудиторией. Поэтому, конечно, когда приходит большое количество людей, ты перед ними стоишь. Это всегда волнительно. Однако художник не существует без зрителя, и мы делаем работы в том числе для того, чтобы их увидели, их оценили и получить какой-то, наверное, вот этот вот фидбэк. В работах преобладают серые и черные оттенки. Таким образом, мурманчанка передает влияние полярной ночи на состояние души и тела. Но в продолжительной нехватке света тоже есть плюсы. По словам Марии, полярная ночь – это время уюта, когда можно зажечь свечи и уединиться дома с чашечкой горячего чая. Север в таком виде знаком многим. Этот образ, ты его раньше встречал, и ты его сейчас видишь точно так же, как ты его когда-то уже видел. И это все очень живые картинки, то есть ты понимаешь, что это часть жизни художника. То есть она это видела, и ты можешь это тоже увидеть сам, где-то гуляя по городу. Со знаменательным событием Марию поздравили ее близкие друзья, сотрудники музея, заслуженные художники России, и даже в режиме онлайн один из первых наставников – преподаватель детской художественной школы. Я так сказала, что умашит свой собственный почек. Художественный музей, в свою очередь, рад принимать в своих стенах работы талантливых местных художников. Но чтобы открыть персональную выставку, необходимо пройти долгий путь. Художники многие хотят выставиться, но перед тем, как попасть в художественный музей, молодому художнику необходимо сначала поучаствовать в выставках. Это выставка «Точка росы», «Молодежь заполярья». Заполярья у нас ежегодно проходит выставка «Заполярья молодых художников». То есть обязательно должен поучаствовать в выставке «Заполярья». Это как отправная точка для персональной выставки. В экспозиции представлено более 25 работ, которые созданы в последние два года. Увидеть их можно до 11 декабря. И на этом у нас всё. Больше новостей смотрите на нашем сайте arctic.rf.rf и в официальной группе телеканала в социальной сети ВКонтакте. Далее вас ждёт прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин